12.07 в Кирове. Продолжается программа «Дневной разворот» в студии «Ана Лапшина». И Светлана Заньков. Всем здравствуйте. Мы меняем тему. Не успели анонсировать её в конце прошлого часа. Тема важная. Тема касается ЖКХ и касается наших денег. Но всегда во всём, что касается ЖКХ, мы пытаемся нашим слушателям рассказывать о том, каким образом им можно сэкономить. Выгодно им, невыгодно использовать какие-то новые технологии, в том числе в коммунальной сфере, для того, чтобы каким-то образом снизить коммунальные платежи. В гостях у нас Андрей Воробьёв, член общественного совета при региональной службе по тарифам, член общественной палаты Кировской области. Андрей, добрый день. Добрый день. А говорить мы сегодня будем про отопление. Это такая весомая часть расходов на коммуналку, особенно зимой. Где-то порядка 70% в среднем доходит плата за отопление. Во всех. В платежках, да. В общей сумме от платежей. Говорить будем про индивидуальные тепловые счётчики и про изменения, которые коснулись людей, отапливающих, скажем так, своё жильё каким-то индивидуальным способом, а не централизованно. Для них тоже что-то меняется. Теперь это стало возможно. И теперь эти люди не должны платить вдвойне условно. То есть индивидуально и плюсом ещё заобщее. Вот это вот отопление – это такая громкая история, которая была, по-моему, прошлым летом. На самом деле, наверное, лет 5 уже продолжается. Ну, явно так вот она выплыла в прошлом году, когда выяснилось, что в некоторых районах области были люди, которые, условно говоря, срезали у себя трубы центрального отопления, поставили какие-то там конвекторы, ещё что-то. Это отапливались сами, а потом им бац и выкатили платёжки за несколько лет. Ну, и причём это в нашей области, она была отрешена в ручном режиме по инициативе губернатора. То есть, когда, по сути, две теплооснабжающие компании, одна облкоммунсервис просто не стала предъявлять плату, её, так сказать, попросили. А коммерческая организация Кировкоммунанарго, она не стала предъявлять исполнительные листы в суд. То есть, это, так сказать, не знаю, на чём была основана эта договорённость. Когда тебя о чём-то просят не получать, ну, как бы не взыскивать деньги, значит, ты что-то должен получить взамен. Вот, и поэтому это, конечно, должно было найти своё отражение в законодательстве. Ну, вот, и спустя очень-очень много лет, я думаю, что лет пять, закидывали просто тоннами бумаг и министерства строительства, и ЖКХ, и правительство. И было очень много обращений в Верховный суд по поводу того, что почему собственники квартир, которые сделали закон о порядке переустройства, то есть, по сути, обрезали батареи у себя в квартире во всех комнатах, заизолировали стояки, которые проходят, опять же, по их комнатам, должны оплачивать услугу по отоплению пропорционально своей площади, например, на основании общедомового прибора учёта теплоэнергии, да, теплощётчика, по-простому говоря. Либо по нормативу, если счётчика в доме нет. Если они не пользуются этим отоплением, фактически. Ну, как они считали, да, что они как будто бы не пользуются. Но было понятно, мне кажется, многим, что квартира — это всё-таки не какое-то помещение или здание, которое находится в чистом поле, где со всех сторон гуляет ветер, где уличная температура на улице. Всё-таки немножко пользуются, да, получается? То есть, это всё-таки от соседей-то температура не такая, как на улице идёт. Да, она всё-таки близка к 20 градусам, там где-то выше, где-то ниже. И через стены это тепло всё равно проходит. То есть, всё там, мне кажется, очевидно. И поэтому вот как раз Конституционный суд 20 декабря в своём постановлении указал на эту несправедливость, на несоответствие Конституции. Указал, что у нас есть право на жилище, право на частность собственности, право на охрану окружающей среды. Это всё в совокупности государства и исполнительная власть, в том числе в лице правительства Российской Федерации, должно было эти вопросы решать. Но не решало. Но не решало, причём очень долго. И эта проблема была понятна всем, что её как-то надо решить. И, по сути, несколько лиц, то есть там два человека, по сути, продавили через Конституционный суд вот этот вопрос. Хотя он был на поверхности и у многих лежал на бумаге, по сути. Так, и по факту, что имеем в итоге? По факту мы имеем то, что теперь собственники квартир, собственники жилых помещений, которые в законном порядке произвели переустройство, то есть отрезали батареи, стояки заизолировали, установили себе электрический или газовый котёл для отопления своей квартиры. И при этом эта информация внесена в схему теплоснабжения, их муниципального образования, где они проживают. Они должны оплачивать только общедомовые нужды на отопление по специальной формуле, которую, опять же, к новогодним праздникам, в качестве новогоднего подарка, правительство Российской Федерации преподнесло. То есть изменениям в соответствующие правила предоставления коммунальных услуг. То есть, в принципе, эти формулы уже есть, и, по сути, на мой взгляд, частично этот вопрос уже решён. То есть уже с 1 января 2019 года эти формулы введены. Но при этом, что самое интересное, Конституционный суд, признавая эти правила неконституционными в определённой части, он указал, что все судебные акты, то есть все, по сути, проигранные суды, вот этими несчастными собственниками, которые оплатили дважды, они должны быть пересмотрены, установлены в законном порядке. Все решения, все судебные акты, соответственно, по заявлению конкретного жильца, то есть конкретного собственника этого помещения. То есть автоматически это не произойдёт. Человеку всё-таки надо подняться с дивана, сходить написать заявление, если он платил, и какие-то деньги ему возместят. Ну, соответственно, деньги ему возместят. Все деньги, все судебные расходы, которые он понёс... И судебные расходы, и те двойные платежи, половину, вот из них условно говорят, не половину, ту часть, которую он заплатил за отопление централизованное, которым не пользовался, ему должны вернуть. По сути, всю ту задолженность, которую... Или списать, если его взяли, да, её отменят, да, а если он выплатил, то эти деньги вернуть должны. То есть вот я считаю, что это такой справедливый подход, хотя это с юридической точки зрения, с технической точки зрения... Ну, мы поняли, да, что квартира греется всё-таки от соседей, так или иначе какую-то часть отопления ты используешь. Теплотехники, инженеры, они понимают, что тут такие очень тонкие материи, чтобы высчитать, сколько действительно тепла ты получаешь от соседей, и поэтому в правила введены такие достаточно примитивные формулы, но в то же время они позволяющие адекватно определить вот ту долю, которую ты получаешь от соседей. Да, я напомню, для кого это актуальна вообще история. Эта история актуальна для тех, у кого централизованное отопление слишком дорого обходится. Ты видишь иногда периодически тоже новости, мне кажется, да, в интернете. Из каких-то районов области там поступает, что кому-то пришла платёжка на 10 тысяч рублей, кому-то там на 8 тысяч рублей. Вот это вот всё, это просто дорогое очень вот это вот центральное отопление, тогда люди просто от него отказываются. Чем они отапливаются? Конвекторы, газовые котлы, что-то такое, вот ставят у себя индивидуальные. Им это встаёт дешевле в итоге. И они в первую очередь отказывались не из-за того, что дорого. А из-за чего? Из-за того, что мёрзли, они просто... Было холодно, то есть, как правило, в районах области, там, наверное, Советский район, Яранский район, там, Лузский район, Подосиновский, там нет газа. Там стоят котельные или, как их там называют, кочегарки, которые на дровах, на угле, хотя там сложно назвать, что это каменный уголь, это больше похоже на просто какой-то серый порошок, который не горит, и от него больше там шлака и шлама, чем от самориальной пользы. Вот. И поэтому температурный график, соответственно, не выдерживался в тепловой сети, в системе отопления дома, соответственно, тоже. И у людей была просто температура ниже нормативной, то есть ниже 20 градусов. Это многоквартирные дома? Это многоквартирные дома. Ну, не очень большие, не такие, как в Кирове. И они были просто вынуждены в законном порядке обращаться в свою местную администрацию, получать разрешение на переустройство, на демонтаж этих всех батарей, и, соответственно, устанавливать себе электрический котел. А, например, в Налинском районе, в Зуевском, там у них, слава богу, есть газ, вот, они устанавливали себе газовые котлы. То есть, ну, по сути, столкнулись с аналогичной проблемой. И вот от имени общественной палаты мы делали много обращений от имени своей организации, постоянно обращались в министерство. Ну, вот все, приходили такого рода отписки, что нет, вот такая формула, мы ничего поделать не можем. Платите и за это, и за это. Да, и наш Кировский областной суд еще в конце 2016 года сделал такой обзор судебной практики по нашему региону, где как раз вот указал, что все равно на основании этой формулы вы должны оплачивать за отопление пропорциональной площади, вне зависимости от того, что вы установили себе там газовые электрические котелы и обрезали батареи. Но теперь на федеральном уровне это все будет. Да, это проблема решена. Мы прервемся на полминуты и продолжим говорить с нашим экспертом Андреем Воробьевым, членом общественного совета при региональной службе по тарифам, членом общественной палаты Кировской области. Перейдем к индивидуальным тепловым счетчикам. Индивидуальные тепловые счетчики, вот это выгодно и для кого, если это выгодно? Мы сейчас хотим получить консультацию от нашего эксперта Андрея Воробьева, члена общественного совета при региональной службе по тарифам, члена общественной палаты Кировской области. Итак, а что с тепловыми счетчиками? Я так понимаю, что какие-то изменения тоже в законодательстве произошли с этого года? Ну, с этого года нет. А вот с прошлого года, прям таких два серьезных, было постановление кондиционного суда. Одно очень известное, так называемый гражданин по фамилии Деменец. Мы, по-моему, даже как-то в эфире об этом говорили. И ему управляющая компания перестала выставлять аквитанции по отоплению на основании его индивидуального теплощетчика, установленного в квартире. Изначально во всем его доме были установлены теплощетчики индивидуально. То есть была специальная горизонтальная разводка системы отопления, которая позволяла устанавливать эти счетчики, учитывать тепло именно на квартиру без всяких стояков, как у нас во всяких хрущевках и столенках. И у кого-то из соседей этот счетчик сломался. Ну, или там вышел из строя, или этот срок поверки закончился. И управляющая компания говорит, раз, хоть один счетчик в доме не работает, значит, все будем рассчитываться на основании норматива или общедомового прибора учета в доме, пропорционально своей площади. То есть не учитывая все показания всех счетчиков в доме, индивидуальных. Он, соответственно, сначала судился, дошел до Верховного суда и потом обратился в Конституционный суд, который сказал, так это несправедливо, почему это там, ты же не виноват в этом. И разрешил, соответственно, оплачивать по индивидуальному счетчику до внесения изменений. И вот сейчас как раз изменения были внесены, и получается, что любой собственник в доме может установить себе индивидуальный прибор учета, вне зависимости от того, установлены ли они в других квартирах или там нежилых помещениях, и расплачиваться по нему, оплачивая дополнительно как раз вот по той формуле, про которую я говорил чуть раньше, общедомовое нужно на отопление. Но это для тех домов, где, опять же, есть горизонтальная разводка, которая позволяет установить его один и, по сути, на всю квартиру. Таких домов по России порядка 10% всего. Это новые дома в основном? Как правило, это новые дома после 2012 года, после реконструкции, капитального ремонта и так далее. Как человек может понять, что у него вертикальная разводка или горизонтальная разводка? То есть это видно? Если он посмотрит по сторонам и не увидит вертикальных труб, там такого небольшого диаметра, там 15-20 миллиметров, то вероятнее всего у него горизонтальная разводка. Если он вообще батареи не увидит, то они, скорее всего, замурованы в стенах. Это в панельных домах вообще бывает. Да, бывает такое. То ему, соответственно, ничего не надо делать. А для тех же домов, большинство которых у нас и в Кировской области, и в Кирове, и по всей стране... Где вертикальная разводка? Да. Там есть возможность установить так называемые распределители тепла. То есть это такие специальные датчики, если говорить по-простому. Я сегодня в женской компании. Да, я внимательно слушаю, не свожу глаз просто. Это такие специальные небольшие датчики, которые, буду тогда вообще просто говорить, приклеиваются к батарее, меряют температуру на поверхности батареи и, соответственно, воздуха, который в помещении. Между ними делают определенное вычисление. И в итоге на основании этих распределителей и показаний общедомового счетчика в доме тебе начисляется определенная плата. То есть ты можешь убавлять на свою батарею тепло или прибавлять. То есть делать температуру такой, которая тебе нравится в квартире. То есть для кого-то комфортно 30 градусов, для кого-то 20, для кого-то и 17, 18. И при этом экономить или не экономить. Вот тут уже вопрос следующий. То есть помимо, получается, вот этого счетчика индивидуального, должны быть еще и регуляторы. Нет, это индивидуальные счетчики в многоквартирных домах, в наших ручевках-сталлинках, они не устанавливаются. Не устанавливаются. Не устанавливаются. То есть устанавливаются, да. Вот эти датчики. Такие небольшие датчики на каждую батарею. Вот прежде чем устанавливать этот датчик, чтобы понимать, выгодно или невыгодно, прежде чем устанавливать этот датчик, человек должен установить еще и регуляторы подачи тепла. Я правильно понимаю? Потому что если у него не будет возможности снижать температуру в своей квартире, то этот датчик будет бесполезен. Или нет? По сути, я думаю, что практически он будет бесполезен. Потому что он не позволяет, так сказать, реализовать ту задумку, для чего он был изначально предназначен. А для этого батареи, вот у меня вот эти обычные чугунные батареи. Да. Я там не могу регулировать тепло. Вот как топит, так и топит у нас тепловой узел, да. Положим, вот у нас сейчас такая ситуация, что на первом этаже 16 градусов, а на нашем этаже 28. Ну, для того, чтобы разогнать первый этаж до 20 хотя бы, у меня, видимо, скоро 35 будет. А платят все одинаково. Да, ну, как бы платят все одинаково, понятно. Но, то есть, вот мне для того, чтобы регулировать тепло в своем помещении, устанавливать вот эти вот датчики, нужно поменять батареи как-то на какие-то другие? Нет, это надо установить так называемый терморегулятор. Это такое небольшое устройство, которое устанавливается до батареи на трубе. На каждой, на каждой, да. У тебя скручиваются, либо обрезаются батареи, устанавливается эта штука, нарезается резьба, и батареи снова, соответственно, там прикручиваются. Вот она даже за меня все рассказала более подробно, специалист высокий в этом деле. Правда. Вот, и тогда получается комплекс, такое комбо, да, из вот этого распределителя и терморегулятора, который позволит регулировать температуру. И в то же время, если вам комфортно 28, вы, соответственно, и больше заплатите за отопление, чем сосед с такой же площадью квартиры, но температура у него, например, 20 градусов. Если я врежу в свои батареи, в добатарейную трубу, врежу регулятор, то могу тогда датчик установить на каждую батарею, да, и согласно каким-то измерениям платить. Да, но при этом есть одно небольшое условие. Такие распределители должны быть установлены не менее чем в 50% квартиры в доме. Это еще с соседями надо договориться. То есть по правильному такие распределители должны устанавливаться вообще в рамках капитального ремонта системы отопления или по специальному решению общего собрания в доме. То есть потому что просто если ты установил у себя эти распределители, будешь на них ходить, смотреть и радоваться, но больше ничего полезного они для тебя не дают. Вот здесь нужно уточнить. Хочется понимать, сейчас в рамках капитального ремонта в обязательном порядке такие распределители устанавливаются или только по запросу дома? Смотрите, у нас объем работ по капитальному ремонту, по каждому виду работ определяют проектировщики. То есть исходя из предельной стоимости, которая есть. Если мы сейчас говорим про общий котел, соответственно, они определяют объем работ. Что нужно сделать в системе отопления? После инженерных изысканий они приходят на дом, смотрят, а тут, например, нету этих распределителей. Да как нигде нет. В основном в тех домах, где уже идет капитальный ремонт системы отопления, их нет. Их почти нигде нет. То есть, например, трубы более-менее нормальные. То есть они там сделали какой-то анализ, экспортизу этих труб, там сделали вырезку, а предыдущие трубы в принципе нормальные. Но надо делать систему отопления по плану, по программе капремонта. То есть деньги надо потратить. То есть, чтобы с умом потратить, например, можно предусмотреть вот такую систему установки распределителей. А трубы не менять. Ну так это кто? Все-таки проектировщики по своему усмотрению это делают? Или дом может быть, совет дома, управляющая компания? Дом может вне зависимости от капитального ремонта их установить. Это понятно. Но а в рамках капитального ремонта? В рамках капитального ремонта, если это общий котел, то это определяет фонд капитального ремонта через подрядную организацию, через проектировщиков. То есть нет обязательства сейчас на всех домах, если идет капитальный ремонт, система отопления, обязательно это делать, если позволяет дом? Нет, такого нет. Но новые дома после капитального ремонта, реконструкции и ввода в эксплуатацию обязаны иметь индивидуальные приборы учета на отопление. То есть именно эти распределители. Но у нас почему-то... Нет, вот сейчас вопрос, чтобы вы просто понимали. Вот эта обязанность есть, но она не соблюдается в каких-то случаях. Вот, уже понятней. То есть у нас есть закон еще от 2009 года, 261-го, об энергосбережении. Там про это было все написано. Вот у меня, например, дом 2012 года. То есть у нас этих распределителей нет. Они должны были быть, но их нет. В этом же законе написано, после реконструкции капитального ремонта или нового строительства, то есть сдачи дома, должны быть установлены в рамках капитального ремонта. Мы тоже видим, что где они... Так все-таки должны. Они должны быть в рамках капитального ремонта установлены. Они должны быть в рамках капитального ремонта, но в нашем случае, как я вижу, они определяются по усмотрению фонда капитального ремонта. То есть не по усмотрению жителей, не по усмотрению совета дома или общего собрания. Это решает фонд капремонта. Еще в 2014 году в общественной палате мы сидели с представителями министерства строительства ЖКХ, который сейчас уволился, он говорил, что эти требования по энергоэффективности, по счетчикам не будут приняты никогда. Мы в фонде капитального ремонта этого делать не будем, фасады утеплять, не будем распределители ставить, автоматизацию. Мы этого делать не будем, потому что взнос вырастет на капитальный ремонт в два раза. Мало у нас денег собрано по капитальному ремонту. Эти предложения мы все твои отклоняем, и тогда общественная палата это все отклонила. В итоге прошло три года, оказывается, это все нужно делать, это все правильно, и все эти требования были установлены и приняты. И мы сейчас возвращаемся к тому, что и фонд капитального ремонта начинает работу по установке и автоматизации, и где-то мы слышим, что про утепление фасадов они там что-то делают. Вот поэтому в законе об этом было написано и в 2014 году. Но в 2014-2015 году фонд капитального ремонта это не делал, и в 2016 году. Слушайте, но если в законе прописано, то мне кажется, когда проектировщики обследуют дом от фонда капитального ремонта и что-то планируют, жители вправе потребовать, чтобы были установлены в распределительные приборы. Жители могут потребовать, но просто история бывает следующая. Мы все понимаем, каким образом делается капитальный ремонт, не в том смысле, что плохо, но это всегда все равно какие-то неудобства жильцам. Замена системы отопления, включая трубы, стояки и батареи, это большая проблема, потому что у всех ремонт. А у тебя, извини, дырку проковыряют в потолке, дырку проковыряют в полу, еще снимут старый радиатор и поставят новый, а у тебя за старым радиатором поклеено не было, тебе придется все переделывать. Поэтому очень многие люди, если трубы батареи у них не текут, они всем домом принимают решение и отказываются от этого вида работ. И вот в этой ситуации, я так понимаю, что, наверное, люди не будут связываться с установкой датчиков вот этих вот, да, индивидуальных, которые замеряют тепло и с врезкой терморегуляторов на батарее. Здесь нужно каждому взвесить свою выгоду. Может быть, лучше покрасить за батареей и врезать, в конце концов, распределитель датчика, платить меньше и платить меньше в итоге годами, чем жить с непокрашенной за батареей стеной. Но тут, Светлана, понимаешь, какая история, будешь ли ты платить меньше, это ведь тоже вопрос. Андрей же нам сказал, да, меньше потребляешь тепла, может быть, будешь платить меньше. А если 28, хочешь градусов в квартире, будешь платить больше. Выбор, конечно. Прервемся на полторы минуты и продолжим разговор с нашим экспертом. Андрей Воробьев, член общественного совета при региональной службе по тарифам, член общественной палаты Кировской области, в гостях у дневного разворота Анна Лапшина и Светлана Занько. А мы продолжаем разговор о теплоснабжении, об индивидуальных тепловых счетчиках. Ну и не только счетчиках. И не только счетчиках. И терморегулятор. И еще одна ситуация, которая, конечно, очень важная и очень часто встречающаяся. Это ситуация с уже нежилыми помещениями, с офисными, торговыми, подвальными помещениями, которые по-разному абсолютно используются. Пристроями к домам. Пристроями к домам и прочему. Там, мне кажется, еще больше неразберихи. Там, я бы даже сказал, не просто больше. Там в разы вот эта неразбериха превышает то, что сейчас происходит. Потому что есть... Давайте сразу, Андрей, поясним, что есть помещения, в которых есть батареи, да, и тепло там поступает точно так же, как в квартиры. И по этим помещениям вопросов нет, да? Практически нет. Но есть помещения, в которых нет возможности использовать вот это центральное теплоснабжение, а платить, тем не менее, люди вынуждены. Ну, например, вот просто смотрите, чтобы вы понимали, есть помещения, не жилая в домах, там, как правило, там, как вы правильно сказали, там, цокольное, подвальное, на первом этаже, где вообще батареи нет, по проекту не было предусмотрено. Но их каким-то образом выкупили, там, продали, и есть они это в собственности у кого-то. Ну, у представителей бизнеса малого, среднего, не важно. И, соответственно, вот до внесения поправок данные представители бизнеса были вынуждены закладывать достаточно высокую стоимость платы за отопление в свою продукцию, в свои услуги, которые они производят, ну, вот на данной площади. А как вообще, почему они оплачивали отопление, если у них батареи-то нет? А потому что по прежней редакции правил предоставления коммунальных услуг, вне зависимости от того, у тебя площадь отапливаемая или не отапливаемая, ты был обязан оплатить на основании показаний теплощадчика в доме. Ну, или если его нет, ну, по нормативу. В зависимости от того количества квадратных метров, которые у тебя есть. Да, которые у тебя есть, да. То есть, вне зависимости от того, подвал это холодный или теплые квартиры. Да. Сейчас вот по новой редакции уже есть такая оговорка о том, что если в технической документации на дом, ну, или в проектной документации на дом не было предусмотрено отопительных приборов в данном помещении, то, соответственно, ты платить, ну, как бы, по индивидуальному потреблению не обязан, а только вот как раз общей домовой там совсем немного. Вот, это первый момент. А второй момент, еще есть ряд нежилых помещений, которые имеют собственную, так называемую, теплопотребляющую установку, то есть, которые не подключены к системе отопления дома. Они подсоединены либо к тепловой сети непосредственно, то есть, у них отдельная врезка, да, то есть, отдельный ввод тепловой. Вот, либо они где-то еще в тепловом пункте дома подсоединены, заизолировали общедомовые стояки, обрезали все батареи, провели свои трубы. Поставили счетчики. Поставили счетчики. И, как раз вот такие нежилые помещения, они тоже должны платить на основании своего счетчика. То есть, они никак не используют, так сказать, тепло дома, которое не касается общедомовых нужд. То есть, и к показаниям своего счетчика, как раз вот по той же формуле, должны еще чуть-чуть оплачивать отопление дома. В целом. Да, общедомовое нужд. Вот это такие важные моменты, которые, я считаю, что для малого бизнеса, ну и вообще для бизнеса… Да и для покупателей, для потребителей услуг тоже важно, потому что, да, действительно, все закладывается в цену товара или услуги. Да, потому что сейчас очень много идет судебных споров, в том числе и в арбитражном суде Кировской области, когда достаточно много лет, там, по сути, 10-15 лет, вот эти магазины платили напрямую по своему счетчику, они были обрезаны, подключены, и теплооснабжающие компании начинают их взыскивать пропорционально квадратным метрам. И некоторым удается отстоять, да, с привлечением, естественно, юристов, добиться того, чтобы оплачивать по теплоосчетчику. Это очень важно, потому что цифры с счетчиком и без очень сильно отличаются с индивидуальными, имеется в виду. Ну, то есть это важно. Для бизнеса это, мне кажется, немножко похожая история на то, что мы говорили в начале, да, на индивидуальные отопительные приборы и возможность платить за их потребление, но не платить за общие. Потому что собственники, если не закладывают это все в продукцию, то они эти помещения сдают, и, соответственно, это все входит в арендную плату. А арендаторы, соответственно, закладывают это куда-то. Ну, в общем, такая цепочка получается. Еще один вопрос. Есть ли проблемы, когда встроенные вот эти помещения, нежилые помещения, каким-то образом связанные с жилыми, да, вот как распределяется вот эта вот плата? Есть ТСЖ с жилыми, например, помещениями, есть тут магазины какие-то внизу, прикмахерские. Как распределяется оплата между этими собственниками? Это общий какой-то счет на дом или бывают какие-то разные истории? Как-то можно отделиться, потому что топят, например, в нежилых помещениях больше, чем в жилых. Вот здесь какие-то нюансы существуют? Ну, есть сейчас серьезные нюансы. Они были с 1 января 2017 года. Введены, опять же, в действующие законодательства, когда всех предпринимателей, юридических лиц, то есть собственников нежилых помещений, обязали заключить договоры напрямую. Мы об этом с вами тоже как-то говорили в эфире. С теплоснабжающими компаниями. Да, с теплоснабжающими, те, кто воду продует, электричество, газ и так далее. И у них, соответственно, самостоятельные договоры с ними. Но порядок оплаты, опять же, зависит от нюансов, которые мы с вами обсудили. Если в этих нежилых помещениях, где, например, большая площадь, и у них система отопления общая, как во всем доме... Единый теплоузел. Единый теплоузел. То, соответственно, они будут оплачивать пропорционально своей площади. По квадратным метрам. И все, да. То есть каких-то специальных исключений нет. Если они проведут там какое-то переустройство, подключатся напрямую к тепловой сети, установят свой счетчик, то, соответственно, они должны будут уже отправлять эти показания индивидуально в теплосомжающую компанию и оплачивать небольшую долю общей домовых нужд. А жильцам, владельцам квартир, как выгоднее? Вот действительно есть дом, например, есть единый теплоузел. Все нежилые помещения обслуживаются этим теплоузлом. Кто-то платит, кто-то не платит, кто-то больше отапливает, кто-то меньше. Вот жильцам, владельцам квартир, как выгоднее настоять, и имеют ли они право заставить собственников нежилых помещений отдельные свои какие-то отопительные системы сделать и платить напрямую, чтобы самим отвечать за свой подъезд? Потому что иногда сложно, а взаимоотношения складываются, да, денежные там, да. Или нет, это невозможно сделать. Ну вот, я не совсем понимаю, как это происходило раньше, но еще там до жилищного кодекса, до его введения там, потому что были немножко там другие законы, закон РСФСР там был и так далее. Но сейчас уменьшение общего имущества, то есть если вы хотите обрезать батарею, то необходимо согласие всех собственников в доме. То есть попробуйте его получить. То есть мы собрания не можем собрать, да, там, как правило... В том числе и нежилых помещений. И нежилых, да. То есть жилых и нежилых. То есть представьте, если у вас дом 100 квартир, допустим, в нем 120 собственников, ну, как правило, в одной квартире бывает там муж и жена, или там дети, у них там какая-то доля есть там собственности. Вот надо согласие всех собственников получить. Не каждой квартиры, а каждого собственника. Да, да. То есть ни одной подписи с квартиры достаточно, а надо несколько. Да, причем как бы все 100%. Вот, и поэтому тут, конечно, вызывает большой вопрос, каким образом вот уже в таком самостоятельно, ну, это самостоятельно как-то можно сделать. То есть это либо должно быть предусмотрено проектом в рамках какой-то реконструкции, там, либо в рамках капитального ремонта, либо это было изначально как-то узаконено через переустройство, через администрацию местную. То есть это так все индивидуально, но, как правило, свою собственную систему отопления имеют пристроенное помещение. То есть вот у нас в Кирове много таких домов, у нас в основном это девятиэтажные дома, вот такие башенки одноподъездные, да, и к ним такие вот выступающие на уровне второго, первого этажа. Да, которые были пристроены в почве строительства дома, то есть которые имеют собственный фундамент, собственную крышу, отдельная ограждающая конструкция, стены, то есть отдельная тепловая вода. Ну и, соответственно, их, когда к теплу подключали, к отоплению, их врезали уже как бы не в систему дома, а отдельно сразу же. Да, да. И, соответственно, они-то вот точно должны платить напрямую по теплощетчику, без всяких там площадей, хотя это несмотря на то, что у них может быть статус нежилого помещения. То есть не отдельный, допустим, литер или там корпус А, там корпус Б. Тот же адрес. Тот же адрес, да. Например, помещение номер 1001. Я думаю, что тут, конечно, нужно отстаивать свои права в суде в этом случае. Обязательно. То есть это больше, наверное, выгодно все-таки для предпринимателя, чем для жителей. И жителям важно, мне кажется, жителям каждого дома, важно понимать, что в нежилых помещениях, кто бы их ни занимал, собственники этих нежилых помещений вовремя и полностью оплачивают ту коммуналку, которая им начисляется. Проблема, наверное, в цене оплаты, это больше все-таки у собственников квартир, чем у собственников нежилых помещений и бизнеса, да, если мы будем так вот анализировать. Потому что если бизнес, он как-то больше контролируем, нет? Ну, по бизнесу, опять же, это все зависит от подходов тех компаний, которые пытаются получить деньги. Потому что есть добросовестная компания, а есть не совсем добросовестная, которые хотят получать деньги только на основании тех бумажек, которые они выставляют. Ну, просто мы сейчас должны завершать, и просто хотелось бы понять, есть эта проблема или вообще нет этой проблемы общения собственников квартир с собственниками нежилых помещений при оплате коммунальных платежей. Ну, смотрите, по коммунальным платежам я бы не сказал, что тут какие-то есть серьезные проблемы. А вот в части содержания общего имущества теперь на законодательном уровне есть такое право на общем собрании установить дифференцированный подход по содержанию общего имущества для жилых и нежилых помещений. Вот, все, здесь мы должны прерваться и наметить всем следующие наши встречи, общий подход к содержанию общедомового имущества жилых и нежилых помещений. Мы благодарим нашего эксперта Андрея Воробьева, члена общественного совета при региональной службе по тарифам, члена общественной палаты Кировской области. Будем встречаться еще и в Новом году с прошедшим днем рождения. Андрей, поздравляем вас. Спасибо большое. Дневной разворот завершен. Анна Лапшина и Светона Занько. Мы прощаемся с вами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok